С технологической стороны в 80-е годы прошлого столетия делали много чего интересного. От первых электронных часов, кассетных плееров и фотокамер, до первых коммерческих мобильных телефонов, CD-DVD-дисков, умных домов и даже автомобилей и поездов. Например, первый скоростной французский поезд ТВЖ и французский автомобиль Ситроен Актива, с технологической и дизайнерской стороны которой был действительно хорош. В те времена делали много чего интересного и в плане программного обеспечения, например, первая версия Windows и проект GNU, который запустил программист Ричард Стоуман с целью разработки свободного программного обеспечения. Идеей было создание такого количества открытого ПО, чтобы коммерческое просто никому не потребовалось. Но об этом как-нибудь позже. Не обошел стороной и компьютеры, и приставки. В 80-е годы было выпущено множество интересных и культовых компьютеров. IBM PC, Apple Macintosh, ZX Spectrum, Commodore 64, BBC Micro, 500-е и 1000-е Amiga, Amstrad Call of a Personal Computer и MSX, известный в СССР как QVT. Из приставок можно перечислить Nintendo Famicom, известный в Соединенных Штатах как NES, Sega Master System, Sega Mega Drive, NEC PC Engine, Vectrex, Nintendo Game Boy и Game & Watch, известный в том же союзе как Electronica M, Adari 500 и 7800, Calico Vision, Sega HD 1000 и другие. Была даже так называемая RDI Halcyon, которая к сожалению не вышла, но на момент 84-го и 85-го годов она была техническим прорывом. Если вам интересна данная приставка, можете посмотреть видео годичной давности на моем канале, оно есть. Но это еще не все. В Советском Союзе, например, тоже были технологические и очень интересные решения. В СССР планировали создать Sphinx, суперфункциональную, интегрированную, коммуникативную систему, которую пусть и с оговорками, но можно назвать системой умного дома. Это проект, рожденный в недрах Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики и разработанный Игорем Лысенко, Алексеем и Марией Калатошкиными, Мариной Михеевой, Еленой Рузовой под руководством Дмитрия Азрикана. Разработчики описали данный проект как одно из возможных проектных решений домашнего телерадиокомплекса 2000 года. Это был не столько проект вещи, сколько проект принципа взаимодействия потребителей с источниками информации. Да, система выглядела очень красиво, однако все возможности Sphinx, как и сама система, в то время хорошо смотрелись лишь на страницах журналов. О создании такого работоспособного макета, не говоря уже о внедрении идеи в жизнь, не могло быть и речи. Советский Союз стремительно приближался к последнему этапу распада. С талонами на сахар, мыло и мясо, с обострившимися межнациональными конфликтами и обнищанием населения. Кому тогда были интересны фантазии каких-то дизайнеров и инженеров? Задумайтесь. Хотя о чем задумываться, если и так уже очевидно, что никому? Ладно, вернемся к компьютерам и приставкам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok